Такой вечер не способный испортить даже дымк от далёких пожаров и пугающее багровое солнце, по крайней мере для настоящих поклонников современной музыки. Наоборот, когда спустилась ночь, плотный воздух стал отличным дополнением к огням сцены. Словом, те, кто преодолел десятки километров ради битвы диджеев, потратили время не зря. Казалось бы, какая связь между велотриалом и танцевальным марафоном? Оказывается, самая прямая. Егор не упускает случая появиться на сцене на двух колёсах. Так он надеется привлечь к своему спорту как можно больше сторонников. Впрочем, по словам экстремала, он и сам получает море активных эмоций от внимания зрителей. Всё-таки иногда охота вот такого взрыва, потрясения, чтобы высыпать все там энергии, за ним другая, заряжает как-то. И всё же людьми вечера стали не экстремалы и даже непотрясающие девушки гоу-гоу. Главные герои сменяли друг друга за диджейским пультом. Для победы нужно не просто доставить зрителям удовольствие. В битве способен победить только тот, кто влюбит в себя публику. Я как бы раскрепаюсь песна на память, чтобы навести себя полностью открыто. Я слышу какой-то звук, я полностью иду за этим звуком. Я танцую разные танцы. Какой-нибудь в силу там своих каких-то шамарических возможностей привлекает ещё больше публики. Надо бы танцевать. Фестиваль ТОК прошёл на Таная в четвёртый раз подряд и уже успел стать традиционным. Многие поклонники музыки ждут его как одного из главных событий лета. Нет сомнений, что через год претенденты на титул чемпиона битвы диджеев снова соберут здесь сотни поклонников танцевальной музыки. Июльские ночи – это самое лучшее время в году. Проводить их можно по-разному, но по крайней мере одна из них обязательно должна быть такой. На открытом воздухе и под музыку лучших диджеев. Тогда можно сказать, что ваше лето прошло не зря. Аркадий Кемеев, Константин Червяков. Новости моего города.